Парапсихолога, целителя, экстрасенса, ясновидящего, специалиста по русской волшебной культуре, единственный специалист по русской волшебной культуре в России, да и во всем мире, энергочистящих жилых и нежилых объектов, руководитель Санкт-Петербургской школы парапсихологии ВЕДА. Сегодня мы рассмотрим тему, как человек может избавиться в нашей жизни от бесконечного стресса и стать долгожителем. Эта тема действительно волнует очень многих, у многих бизнесменов, просто у людей, кто работает в основном в офисе, да и у всех людей действительно проблемы в жизни возникают из-за стресса. Это один из бичей нашей современной жизни. Радомир расскажет вам, с чем связано старение в организме человека, какие нужны условия для физического бессмертия человека, что является причиной болезни организма человека, как создать биоциноз, то есть среду обитания для своего физического бессмертия. Получите практические советы по правильному питанию и дыханию, познакомитесь и прикоснётесь к русской волшебной культуре, научитесь пользоваться биологическими часами всего организма, а также Радомир вам дарит возможность, кто успеет пройти диагностику в прямом эфире. Это действительно потрясающий подарок и действительно диагностика онлайн. Радомир видит всё, поэтому действительно рекомендую. Итак, в нашей студии Радомир. Радомир Солнечный. Радомир, если вы готовы, пожалуйста, напишите в чате пятёрочки, реплюсики, чтобы я знала, что вы здесь. Прекрасно. Итак, давайте поприветствуем, дорогие слушатели, Радомира Солнечного, прекрасного спикера, парапсихолога, ясновидящего восклицательными знаками, сердечками, пятёрочками, плюсиками. Что вы хотите от души подарить Радомиру? Встретим его бурными овациями и аплодисментами. Чат, пожалуйста. Галина, молодцом. Спасибо. Благодарю. Благодарю, товарищи. Ещё кто чат, пожалуйста, чат. Так, друзья, поприветствуем. Молодцы, молодцы, умнички. Ещё, ещё ждём. Молодцы. Благодарю всех за такое шикарное приветствие. Итак, Радомир, мы вас любим, ждём вас в студии. Пожалуйста, вступаю вам в микрофон. Добрый день, дорогие друзья. Как меня слышно? Как меня видно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как меня слышно? Всё ли хорошо? Вижу десятка. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Веда жива. Как говорится, Ольга, Михаил, Наталья, Любовь. Всех приветствую. Светлана, Валентина. Добрый вечер. Хорошо, друзья, поехали. Время идёт быстренько. Значит, сегодняшняя тема у нас – бессмертие. Как человек может избавиться в нашей жизни от бесконечного стресса и вообще стать долгожителем. Кому интересна эта тема, сразу оставайтесь. Кому неинтересно, кто боится прожить лет на сто больше, лучше сразу к другому спикеру. Да, к нему там поближе, как говорится, английской булавкой пристегнуться. К шталам или к юбке, вот, чтобы не отставать. А то они, когда начинают жевать, то в чём-нибудь происходит странные моменты. Вот, со слушателями. Они прилипают, друзья. Поэтому моё дело – дать вам практику. Я практик по своей натуре, немного посмеиваюсь над тем, кто живёт сопли. Ну, понимаете, такие люди тоже нужны, без них тоже никак. Было бы неинтересно жить, если бы их не было. Значит, сейчас разговор о другом. Значит, перед началом занятия традиционного я предлагаю всем позаниматься. Есть такой закон права свободной воли. Каждый из вас принимает решение и говорит «да» в чате. Значит, у вас начинается открываться пространство в районе всей эндокринной системы. 18 желёз эндокринной системы отвечают за 11 видов ясновидения, за молодость, долголетие, бессмертие и в том числе метаморфозы. Все, кому нужны здоровые железы, в чате должны написать «да». Либо мысленно сказать мне «да». Все, кто отказывается, остаются в своём чутном состоянии болотца. И могут продолжать пахнуть дальше. Все, кто меняются, все, кто идут в новизну и в бессмертие, все со мной. Поэтому мягко слушаем. Вижу, вижу, все, кто «да», сказали в чате. У всех мягко начинает открываться пространство в районе щитовидки, вилочкой, пара щитовидных желёз, межсонных желёз, эпифиз, гипофиз, таламус, гипоталамус. Значит, что у нас там, надпочечники, матка, яичники, предстательные, яички у мужчины, ластровки ларинганца, селезёнка, копчиковая железа. В районе всех желёз происходит мягкое открытие пространства. С вашего согласия. И сразу же идёт мягкое насыщение, животворящая энергия. Животворящая энергия оживляет, трансформирует, прочищает и пролечивает ваши железы, нормализует в них нормальный ритм. То есть, если был сбой ритма, ритм будет нормализовываться в течение трёх суток. Второй суток будет идти у вас этот процесс пространства и времени. Ну, а мы пойдём дальше. Я сейчас расскажу распорядок, как у нас будет идти презентация. Вот. И что мы будем на ней делать? Чтобы вам немножко было понятно. Вам будет дан комплексный подход к бессмертию человека в русской волшебной культуре. Все, кто собрались, всем оно нужно. Все, кто не дошли, оно им не нужно. Им нужнее что-то другое. Я буду говорить о биологических часах всего организма. Что это такое? Причины болезни и старости человека. Факторы, разрушающие здоровье человека. Зачем нужно почелачить свой организм? Зачем нужно избавиться от вредных привычек? Как на человека влияет среда обитания? Вода, пища, одежда, средства, гигиены? Осознайте, кем является человек по своей сути. Узнайте, что давала человеку русская волшебная культура. Почему славяне отказались от бессмертия? И почему вам нужно попасть на мой спецкурс? Еще вчера, 5 сентября в 20.00, 8.00, это число богини Костромы, отвечающей за мулы из долголетия бессмертия. Стартует наш скоростной пояс бессмертия. Я поменяю ваше мировоззрение смертного человека на мировоззрение бессмертного. Я поменяю ваш характер и поступки на характер и поступки бессмертного человека. Если вам это надо, если вам это не надо, тогда к другим спикерам сразу же говорю. Лучше не слушать, не дай бог лет на 100 больше проживете, что трагедия мировая будет. Представьте, в болоте сижу и 100 лет лишней прожила. В том-то и дело, друзья, может и такое произойти. Самое главное, что вы получите навык и поймете, что каждый из вас в этой жизни может стать бессмертным человеком. Женщина-богиня, бессмертный мужчина, бессмертный бог. Вы получите возможность пройти диагностику в прямом эфире. Значит, все вопросы, диагностика на концовочку. Я специально оставлю время. Всех подиагностируем, посмотрим. И будем выявлять причины ваших болельщик. Именно причины. Основная масса целителей-экстрасенсов они делают технически. Это вчерашний день. Сегодняшний день вам нужно убирать причину, а потом технически убирать само заболевание. Для этого существуют биотехнологии. Этому я обучаю на спецкурсе, который начнется 5 сентября в 20.00. 12 теорий в записи, 12 практик, которые меняют ваше мировоззрение. Вы не сможете влезть в те психологические штанишки, в которых вы находитесь. Ваша система ценностей сдвинется на десятки метров вперед в ширину и высоту. И вы не сможете своим маленьким сознанием заползти и закрыть. Я только открываю сверхспособности. Закрывают их другие. Идиоты, как я их прозываю. Друзья, в этой жизни надо только открывать. Открывать и развиваться. Быть в состоянии легкости, спокойствия, уравновешенности, гармонии, равновесии. По возможности. Потому что многие знаходы очень дерганые в том числе. И когда вы будете в таком состоянии, для вас невозможных вещей нет. Плюс состояние прозрачности, которое даст возможность каждому из вас, для тех, кто меня слышит. Делать свои дела легко и очень быстро. Идем дальше. Как я сам пришел к этим знаниям. Был далекий 88-й год, когда я первый раз увидел, как некое существо прошло сквозь стену. И кроме меня его никто не видел. Я подумал, что у меня что-то с головой не лады. Хотя со психикой всегда было нормально. Хорошо на моем жизненном пути попались умные люди, мудрые. Они сказали, Радомир, у тебя открыли сверхспособности. Тебе надо их развивать. И я пошел, друзья, их развивать. Я пошел их развивать. С чего это началось? Началось это через боль. На тот момент я занимался тейквондо и очень сильно повредил колено-сустав. Мне приснился на тот момент вещи сон. Я увидел, что если я сделаю операцию, я буду хромым всю жизнь. Ну скажите мне, пожалуйста, кто из вас хочет быть хромым всю жизнь? Никто не хочет. Все хотят бегать шустро, поднимать свои ножки, лапки у кого что, у кого копытца. Вот и спокойно рысачить. Все мы разные, и это хорошо. Дорогие друзья, вот и я также хотел избежать этой боли без всякой операции. Но никто не хочет, когда ты был здоровым, тут начинаешь хромать, как какой-то инвалид. Но это не серьезно. Я, соответственно, принял решение искать человека, даже в те времена далекие, который может безоперационным путем вылечить мне ногу. И я нашел такого человека. 6 сеансов, 25 рублей каждый сеанс. На первом сеансе у меня ушла опухоль и нога согнулась. На всех остальных мне пришлось выравнивать связки, выравнивать мышцы, выравнивать коленный сустав, чтобы он стал работать как у здорового человека. Нет, он сгибался, но, положим, сильную нагрузку давать нельзя было в начале. Вот, только в течение, через месяцок я уже смог давать нормальную нагрузку. Ну, беговую, по крайней мере. По крайней мере, беговую, без каких-либо таких серьезных растяжек. А, извините, это дорогого стоит. И мог приседать неограниченное количество раз. Это через месяц после вот этой всей коррекции и лечения. Дорогие друзья, я, естественно, заинтересовался, как это делается. На тот момент главными законодателями моды у нас была коммунистическая партия. И наше правительство, как говорится, ЦК, ПСС, все наверняка помнят еще бывший Советский Союз, кто помнит. Вот это было во главе всего. Никто ничего не помышлял и не знал об этом. Книг не было, магазины на тот момент опустили. По карточкам выдавалось многое. Покушать можно было в кафе. Я просто обрисовываю тот момент времени. Он был очень странный момент. Продлился он сколько там, год или полтора. Но все равно была неприятная ситуация. В результате всех этих вещей я заинтересовался, как он это делает. Я пристал к нему и говорю, научи. Он говорил, что это больно, тяжело и все остальное. Тебе потом не понравится то, что я тебе буду говорить. Но я договорился с ним. Я также стал платить по 25 рублей. Если вы что-то хотите всегда получить, всегда платите полную стоимость. Не жадничайте вы. Из-за рубля, из-за своей тысячи платите полную стоимость. И вы будете получать ту энергетику сполна. Когда человек ищет какие-то скидки, что в магазинах, что в консультациях, он заведомо бедный человек, друзья. Заведомо. Я об этом знаю, но я сейчас заявляю об этом голословно-слух. Человек, который не бегает за скидками, а получает и покупает все по полной стоимости, это будущий богатый человек. Система считывает с вас все. Если вы начинаете кропить деньги и считать и мелочиться, она также вам подсовывает эти жизненные ситуации. Если вы спокойно покупаете и позволяете себе покупать хорошие вещи, независимо любые, вы получаете это самое на физике. Но это из денежного курса. У меня и такой курс есть. Но это только начало айсберга. Сами понимаете. Сейчас мы говорим о бессмертии. Самое главное, друзья, что я прошел до определенного момента обучение у этого человека. Я платил за каждый сеанс. Обучение происходило в виде бесед за чашкой чая. И чем более мы, как говорится, разговаривали, тем более философские выкладки шли у него. Он еще коньячок попивал ненавязчивый. Я все не понимал, зачем ему коньяк нужен. Думаю, здоровьем надо заниматься, когда ты не пьешь. У меня было нормальное понятие с детства, что это как-то не вяжется. Но чем гад этот больше выпивал коньяка, тем более философские выкладки у него шли. Вы не представляете, какой словесный понос лился в этот момент через него. Но плюс у него еще два высших образования было. То есть он сам по себе не идиотом был. То соответственно, как говорится, он мне выдавал такие перлы, что я поражался. Думаю, откуда это можно. Он и Платона, еще кого-то цитировал некоторых вещей наизусть. Ну, начитанный товарищ был. Шло все хорошо до поры до времени, пока он не стал мне предлагать заключать какие-то договора. Дорогие друзья, по праву закона свободной воли, если вам что-то не нравится, ни одна сущность, ни один человек не имеет права вас принудить к этому. Вы имеете полное право отказаться заключать любые договора. Мне это не понравилось. Потому что это шло к другому пути, не к тому, к которому я хотел идти. А я уже выбрал себе дорогу, которая мне нужна была. Я, естественно, сказал, что я тебе должен. Я расплатился с этим человеком полностью. И с этого момента наши пути разошлись. Он меня не преследовал. Я ему тоже не мстил. Мы были квиты, как говорится. Он получил деньги, вещи, все, что он хотел. То, чего ему не хватало. А я получил ту эмоциональную часть, которая на тот момент нужна была мне. Которая была довольно-таки безвредна, имела обширные, просто разные знания. И после этого я нашел других людей. Нашел литературу, которую приходилось доставать вообще из самых интересных мест. Типа полковника советской армии, который вдруг открывает свой, как говорится, не сейф, выдвигает шкафчик в стола. И из стола вытаскивает книгу Ричарда Гордона, американского писателя, «Исцеляющие руки». Где-то листов 200. Мне пришлось ее ночами читать. Я выпросил у этого полковника эту книгу, потому что ксерокса еще тогда не было. Очень проблематично было где-то копировать вообще. Сложности были. И поэтому мне пришлось ночами читать и просто наизусть запоминать некоторые вещи и экспериментировать потом на своих приятелях. Вот так я все это доставал. Это вы сейчас включили интернет, нажали мышкой и вышли в поисковик, нашли это, это. Там все разжевано. Хоть часть какой-то информации, 10% вы оттуда возьмете. Остальное вам все равно придется искать в более серьезных источниках. Кто-то считает, что в интернете можно все взять. Не все, друзья. Кое-что можно интересное взять. Много. Но часть информации вам все равно придется в другом месте выискивать. А на тот момент мне пришлось это делать так. Каждую ночь с 2 до 4 утра. Все спят, а я сижу занимаюсь. Вот так я занимался. Когда человек хочет что-то познать, он начинает разбираться в этом, что это такое. Особенно, если у вас есть интерес. А интерес это сила, которая стоит за вами, которая вас начинает вести. А это гораздо интереснее. Я говорю не о той силе трактора, или о той силе машины, которая проходит сквозь болото в лесу, в Ленобласть, например, или в Московской области, или пытается, как говорится, проехать по лесной дороге. Я говорю о той силе, которая столетние дубы выворачивает, как щепки. Я говорю о той силе, которая высыпает вам на голову целую кучу рыб незнажданно за десятки сотни километров и скидывает полуразрушенный дом, который разобран полностью на все части составные. Я говорю об этой силе реальной. Так вот, если сила вас толкает под задницу, то вам надо идти. Очень глупо будет сидеть на одном месте и выжидать чего-либо. Я считаю, сейчас удачный момент, и очень многие сейчас могут пойти. Да, месяц август тяжелый, он еще не закончился. Еще все сдают экзамен. И каждый из вас, если еще не доздал, вы будете доздавать экзамен. В различных ситуациях, в тех, которых вы вообще не ждете. Совершенно не ждете. Самое главное находить состояние счастья, удовольствия, гармонии и равновесия. Как бы тяжело вам не было. И тогда все будет как надо. Вот таким образом я вошел в область биоэнергетики. Я вошел в эту область около 25 лет назад, получается. Дорогие друзья, у каждого из вас будет свой путь. Я очень много практиковал, учился. Я не открывал никаких школ около 20 лет. Где-то в 2014 году я решил открыть школу парапсихологии Веда, потому что я понял, что без этого никак. У меня есть наработки, которые давно созрели. Я понял, что их надо делать достоянием всех людей. У меня появилось знание русской волшебной культуры. Я достал источник 8 лет назад случайно. Мне пришлось за этим источником простоять на морозе 20 минут. А мороз был где-то в минус 20. Но я выдержал, не заболел, кстати. Даже насморка не было. Я достал этот источник. Он мне достался без денег на тот момент. Это был подарок. Подарок за то, что я его дождался. Больше кроме меня никто не выбежал за источником. Вот таким образом я получил. Первые разы я читал источники, я не понимал. Второй, третий. Когда я начал на тонком плане разбирать последовательность связи, я увидел встроенную систему. Я понял, что наши агрегаты выстроили на тонком плане такую систему, которую невозможно, невозможно. Но, будем так говорить, она самовосполняющая, самовосстанавливающая. Как хотите, так и понимаете. Если до сих пор на том свете действуют законы ведовестийской традиции, а не христианские, мусульманские, иудейские и все остальные, они там не работают, дорогие друзья. Я понимаю, кого-то я, может быть, здесь шокирую, но это так. Загляните туда, за грань. Те, кто меня понимает, о чем я говорю, те, кто был в астральном выходе, в полном астральном, либо в клинической смерти, меня хорошо поймет сейчас. У меня все это было. Не потому, что там здоровьем страдал, а беседовал с некоторыми товарищами. Были полные выходы и всякие. Я много чего насмотрелся, друзья. Поэтому я вам рассказываю не, как говорится, быль, а реальные вещи, которыми вы можете столкнуться, если вам это надо. И еще открою вам один самый важный секрет. Все в жизни есть энергообмен. Есть энергия, есть отношения. Есть энергия, есть деньги. Есть энергия, будет здоровье. Нет энергии, ни хрена у вас не будет. Хоть вы лбом бейтесь. А вот сейчас я вам буду рассказывать, откуда это взять. Я вам специально не доказываю, объясняю. Потому что основная масса людей совершенно не понимает и считает, что физический мир – это ваш пук Земли. Нет уж, друзья. Физический мир – это один из миров. На самом деле, на самом деле, миров великое множество. У каждого мира своя субатомная температура. Так как ваше сознание ориентировано на наш сверхплотный мир, вы его и видите. А остальные – хрен. Ясновидящий может ориентироваться на субатомную температуру других миров и видеть их также. Очень интересный момент. Оказывается, каждый может. О, это еще интереснее. Так вот, с точки зрения мироздания, человек выглядит как многомерное существо, как огромный столб. Нижняя часть столба – это ваше физическое тело. Верхняя, как говорится, как кукла или так называемая, как матрешка. Верхняя часть – это эфироподобные субстанции. Следующая – астральные субстанции, ментальные субстанции, субстанции казуальные, субстанции души, субстанции духа, субстанции божественной и субстанции языковой. Того – физическое тело и восемь тонкоматериальных многомерных оболочек, которые надо при жизни превратить в тела. Зачем? Нас и так хорошо кормят. Помните этот мультик про попугая Кешу? Там такой толстый кот был, он ходил, перевалился с сосиской. Говорит, нас и так хорошо здесь кормят. Зачем нам чего-то там познавать? Дорогие друзья, когда вы своей тонкоматериальной структурой научаетесь на моих курсах кормить, вы можете кормить их энергией только вышестоящего слоя. Для них едой является не картошечка и супчик-борщик, и компотик, и чаек, а для них является энергией вышестоящего слоя. Вы постепенно превращаете свои оболочки в тела. Далее нужно соединить сознание своего физического тела и сознание тонкоматериальных тел. А далее еще у вас есть сознание прошлых жизней. У кого 13, у кого 15, у кого 2, у кого 3. У всех разное количество. Когда вы все это соединяете в единый сгусток, вы становитесь, я мужчина, бог, я женщина, богиня. Во-первых, себя отожеслять надо не с регалиями, а сперва, я женщина, а потом вы уже мама, проктолог, как говорится, диетолог, танцор, диско и кто угодно. Если вы мужчина, то сперва, я мужчина, а потом вы бизнесмен, папа, ежик в тумане, рогоносец и кто угодно. Вы поняли меня? Это дает неограниченные потоки энергии. 85% энергии мы берем тонкоматериальными структурами из воздуха, а 15% мы только берем из еды. Дорогие друзья, мы многомерные существа, многомерные. И живем мы сразу в 9 мирах. Если кто-то сумлевается, ложно идти к другому спикеру. Я не думаю, что он вам об этом подскажет, потому что он не особо компетентен. Не так много людей, которые могут видеть все свои тонкоматериальные оболочки, и не так много людей, которые могут именно с ними на контакте быть. Это вообще мало. Так вот, я на курсе объясняю, как вырастить из своих оболочек тела и соединить свои сознания. Не надо делать революции, не надо бегать ни за какими драконианцами, пучеглазыми и всеми остальными уродцами, как я их называю, космоса. Станьте сами богом и богиней. Вот тогда посмотрим, что у них получится. Мир совсем другой. И та иллюзия, которая у вас была, я ее сейчас просто разбиваю в пух и прах. Ничего этого нет. Все иллюзия, основная иллюзия, и вы жили в этой иллюзии десятки лет. Кто-то в ней уже не живет, из моих учеников. Кто-то эту иллюзию уже разбил и спокойно идет своим путем. Потихонечку, но и же идет. Ему глаза уже не зашоришь. Лапшу уже, ему на уши не навешиваешь. Он ее быстро вилочкой снимает, моментально. У них навык такой. У каждого моего ученика по две вилки. Очень хорошо лапшу снимают, с головушки. Великолепно причем. Основная причина старости и старения и болезни человека – это грязный кишечник. Если вы были когда-то в морге на вскрытие, когда человека вскрывает, такая вонь идет, понимаете? Не вот этот сладковатый запах, а вонь гнилостная. У нас половина продуктов с консервантами, трансжирами, какой-то химией. И когда человек пихает в себя беспорядочно все это, но вызывает в животе нарост огромных каловых масс, которые создают гнилостные процессы. Плюс червеобразные, которые проживают в огромном количестве. Я не буду дальше удаляться. Глистные инвазии – это другая тема. Смысл такой. Если вы кишечник содержите в чистоте или хотя бы следите за собой, то у вас этого добра не будет. У вас не будет гнилостных процессов. Как это? Приходите на курс пятого числа, объясню, расскажу, в ротик положу. Вам останется только проглотить, если захотите. Но я раз придете, значит вам надо. Кто не придет, значит ему не нужно бессмертие. Ему и так хорошо живется, как в мультике. Что является в организме человека биологическими часами? Это железа гипоталамус. Всего усредненно считается 18 желез внутренней секреции. На самом деле их больше, друзья. Сердце эндокринной системы, железа гипоталамус. Что давала эндокринная система каждому русскому человеку? 11 видов ясновидения. Видеть можно образами, видеть можно ушами, видеть можно ощущениями, кинестетически. Видеть можно запахами, видеть можно цифрами, видеть можно буквами, видеть можно магическими знаками. Это жесткое видение. Видеть можно вихрями, Видеть можно вихровыми потоками и многими другими. Видеть можно каббалистическими символами, но не теми, к которым вы привыкли. Видение есть различное. По наследству передать невозможно. Наработать может каждый. У каждого свой вид ясновидения. По этому виду вы можете определить, сколько долларов и евро Гершмошич вложил в Израиле. Да, и под какой процент. И самое главное, что он чувствовал в этот момент, когда он туда клал. Вот это более интересные моменты. И о чем думал. Это высший пилотаж считается. Что еще давала эндокринная система каждому человеку? Молодость, долголетие, метаморфозы. Что такое метаморфозы? Это положительные мутации. Отрицательные меня не интересуют, друзья. Отрицательные, вон, выйдете у нас во двор, куда-нибудь в любой, в Питере. Там куча энтропийных процессов разрушительных. А вы энтропийные создайте, дорогие мои. Вечные и бесконечные, которые созидают и которые трансформируются из одного в другое. Одноклеточные организмы у нас плодятся, они не умирают никогда, они живут вечно. А чем мы хуже? Наши предки знали об этом принципе, о многих других. Вот что давала эндокринная система каждому человеку. Идем дальше, друзья. Русская волшебная культура, которой миллионы лет, ни одна конфессия в очередь даже на зачатие не стояла. Даже в задумке не было у тех же самых драконианцев и всех остальных. Не было. Было всевозможных крестосов очень много, но они были различные. Я не буду их перечислять, их было очень много. Дело в том, что я даю источники, я объясняю, как их правильно читать. Многие смотрят в источники, видят там фигу, понимаете, как в народе, говорит, смотрю, говорит, и вижу фигу. Я в Москве одного мужика встречаю, он покупает источники. Я подхожу к нему, я говорю, слушайте, а вы занимаетесь? Он говорит, да нет. Я говорю, как нет? Ну вы же, говорю, пять книг берете. Он говорит, а мы с друзьями, говорит, читаем. Я говорю, ну и как? Ну вы хоть что-то делаете? Он так смотрит на меня. Нет, мы ничего не делаем. Я говорю, медитируйте. Нет. Я говорю, вы переговариваетесь к тому, что почувствует? Нет. Мы просто читаем как фантастику. Вот тут он меня огорошил. Друзья, это учебное пособие, а не фантастика. И читать ее надо как учебное пособие, как книгу по магии и колдовству. По вертикали на девяти планах и по горизонтали на девяти планах бытия. А как вы хотели? Вы привыкли, как обычную книжонку? Не выйдет, дорогие друзья. Этому я тоже показываю на состояниях. Бог это и есть состояние. У меня весь курс построен на состояниях. В состояниях сознания, которое меняется каждую секунду, в пространстве его времени, эволюционирует без остановки. 108 богов русского пантеона всего. 24 бога отвечают за эволюцию вашу в первом коне. Кон равнялся 96 годам. Что такое бог? Вот эти боги, которые вы видели. Звезда Господа Ра во главе с Господом Ра. Навь, как говорится, Правь, Явь, Перун, Стребох, Родегас, Свинтовид. Что это такое? Это энергоинформационные поля, с которыми каждый из вас должен научиться взаимодействовать. И таких полей, помимо наших богов, великое множество. Древние их использовали, как мы используем сейчас кошек и собак. Да, я понимаю, сравнение для некоторых шокирующее. И вы должны вступать с ними во взаимодействие. Вот этому я обучаю, как вступать. Дело в том, что миром древним нас управляли именно вот эти, так называемые, торсионные поля. Не человек. То есть, если вор крал в древней традиции что-то, то у него сразу рука отсыхала. Или если прелюбодействовал, у него, извиняюсь за выражение, удалец отсыхал. И все вопросы решались просто. Никаких судей не было. Вот так работало правило теодицеи. Есть такое правило древнейшее. Сейчас теодицею не могут исполнить, потому что есть правило анти-теодицеи, которое проведено параллельными цивилизациями. В которые вы не верите, но которых очень много, которые до сих пор продолжают жить параллельно с нами. Немеренно. Я не буду здесь перечислять. У многих мурашки и многие не готовы к тому, что я буду говорить. Своим ученикам на курсе я говорю, пожалуйста. Они уже готовы. Те, кто не готов, друзья, лучше читайте сказки. Да, переписанные. Очень интересно. Сказки это правдивый пересказ. В них иногда быстрее до вас некоторые моменты дойдут. Это шифрованное послание, которое послали вам наши предки, чтобы вы поняли, что мир немножко другой. Среднепрожиточный возраст наших с вами предков был 1200-1600 лет. Ни о каких-то 120 годах, которые твердят наши продажные ученые, нету и даже разговора. Это все бред воспаленного сознания, дорогие мои. Вас тупо обманывают. И вы живете в такой иллюзии. Вы не представляете глобального обмана. Если хоть кто-то из вас вдумается, как вас дурят и как вас водят за нос. Плох тот человек, который не знает своей истинной истории. Очень плохо. Куда его корабль поплывет? Что вы своим детям расскажете? Как поющие трусы прыгают по экрану телевизора? Да. И поют под разными углами и хихикают. Очень интересный рассказ. Дорогие друзья, рассказывать надо о вечных делах. Более серьезных. Веселиться надо, но веселье по-другому это делается. Не так, как здесь. Что такое русская волшебная культура? Я расскажу немножко вам о ней. На правом слайде мы видим летающий корабль. Таких летающих кораблей было великое множество. Огромное. У нас был сильный, могущественный флот. В реальной истории престол захватил поддельный Петр Первый. А настоящий Петр Первый был захвачен и посажен в Бастилию, из которой его освободил Карл Двенадцатый. И настоящий Петр Первый вместе с людьми-котами, готы так называемые, люди-коты, пытались воевать, как кажется, после поддельного Петра Первого, чтобы возвратить свой престол. Да и Хан Бата тоже воевал на стороне настоящего Петра. Но получилось так, что второй раз поймали Петра в Бастилию, а дальше его задушили. Вот так закончилась судьба настоящего Петра Первого. А тот поддельный Петр Первый стал править. Что он натворил у нас такого великолепного, как я говорю, в кавычках? Мы потеряли воздушный флот. Когда он увидел флот, он сказал, что корабли должны ходить по морю. Перестали строить корабли, всю сосну вырубили. Нет такой сосны сейчас. Заново надо рожать, как я говорю в народе. Чем рожать, я скажу потом. Подальше чуть-чуть. Помимо этого он внес табачок. Что делает табачок, который курит каждый второй человек? Вот у нас идешь по улице, каждый второй, начиная от мала до велика, все в рот эту соску засовывают и прямо, ну не могут без этого говна. Ладно, если бы там табак находился. Но там такое дерьмо. И это дерьмо с таким, как говорится, удивлением они глотают прямо все в счастье. Так вот, дорогие друзья, это счастье блокирует все железы эндокринной системы. Эндокринная система отвечает за ясновидение. Никогда не будете вы ясновидящим. Кто-то мне говорит, а вот по телевизору показывают, там какая-то целительница курит и все видит. Ну и что, ну куришь ты. Ты сконцентрировалась с помощью сигареты, сдвинула точку сборки. Ну и что? А кто тебе видение дал? Светлые? Не верю. Серые, либо какие-нибудь темные. А эти дорого берут за свои услуги. За то, что они дают, вы никогда не расплатитесь за это. Не советую. Сожрут с говном и даже косточек не останутся, как я говорю. Как хотите, так и понимаете. Помимо этого были введены, ввезены следующие продукты питания. Картошечка, которую вы любите. Помидорка. Синенькие. Это посленовые породы. Они очень тяжело перевариваются организмом. Их надо тепловой обработкой обрабатывать. Помимо этого сжигались все родовые книги дворян. Заводите родовые книги. Свои. Собственные. И пишите все родословную. Сколько знаете хотя бы. Сжигались инструменты целыми вазами. Гусли. Жалейки. Жалейка такая маленькая дудочка. Когда каждый из вас может сыграть на дудочке. Вы сразу вспомните все свои жизни. Все свои воплощения. Кем вы были в прошлой жизни. И самое главное. Какими сверхспособностями вы владели. В русской волшебной культуре не надо десятки лет учиться чему-то. Если вы в прошлой жизни были, как говорится, магом. Значит в этой жизни вы тоже им будете. Если в прошлой жизни вы были волшебницей. Значит и в этой вы сможете. Вам только надо вспомнить. Если в прошлой жизни вы водили Виман. Корабль космический. Значит если вы вспомнили и в этой жизни. Приехав в западную Сибирь. И найдя кладбище кораблей. Которые в упор никто не видит. Ага. Первый отсек заходит. А во вторые отсеки кот надо знать. Потому что дураков туда пустят. В том то и дело. Так все стоят. И все в упор это не замечают. Так вот дорогие друзья. Если вы вспомните. Вы сможете сами свой корабль завести. И спокойно на нем полететь. А не сейчас способно летать. Сколько тысячелетий уже прошло. Много друзья. Да. В том то и дело дорогие мои. Мир немножко другой. Что у нас на втором слайде. На втором слайде у нас великан. Кто такой великан. Великаны были повсеместно. Это были гигантохайры. Сторуки. Это так называемая борейская раса. От 50 до 100 метров и более. Это атланты. Которые уже ниже были. До 18 метров. Ну вот кто такие это. Подкуда они появлялись. За счет чего у них такой гигантский рост. Дело в том что обычный человек вырастает на полтора-два сантиметра в год. Ну а если этот человек прожил тысячу лет. И вырос. Положим по полтора сантиметра. Ну вот посчитайте. То следовательно он каждый раз там на сколько там полтора метра. Посчитайте на тысячу лет. И 15 метров мы и получим. А иногда и больше. Некоторые больше вырастали. Я расскажу об одном герое борейской расы. Многие сказки которые вы знаете. Русские. Калмыцкие. Вангольские. Узбекские. Да. Грузинские. Армянские. В многих сказках это. Люди писали это пересказ. Сказ это правдивый пересказ. И зашифрованная информация. Которую хотели передать наши предки нам. Но так нельзя было в открытом виде. Потому что смертельная смерть преследовала каждого. Буквально каждого сразу же сжигали. В буквальном смысле. Как хотите так понимаете. Я рассказываю что было. И вот они в сказках все это зашифровывали. Сказки дошли до наших дней. Это сейчас интенсивно меняется. Вот на эти. Американизированное добро. Которое не имеет никакого смысла. Несет довольно сильную агрессию. Если вы не понимаете. Это надо немножко видеть. Далее. Светогор богатырь. У наших русских народных сказок. У нее Илья Муромец поместился на руке. С копьем, с мечом и щитом. Ну в карман положил. Светогор богатырь был ростом 54 метра. Относился к борейской расе. Это реальный персонаж. Весил 4 тонны 860 килограммов. И прожил 38 тысяч лет. Дорогие друзья. Я просто одного вам привел. Особенно мне нравится русский царь Даос. Я не так часто говорю о нем. Это русский царь, который прожил 10 царосов. Один царос равняется 960 тысяч лет. А он их прожил 10. Мы даже к нему в молекулы, извиняюсь за вооружение, попасть не можем. Его сын Лопар прожил половину этого срока. Тоже хорошо. Мозг он использовал на 700%. Вот они знали техники омоложения. И даже те непрописные, которые есть среди нас, которые выглядят от 25 до 50 лет. Им многим за 1000 лет. Но они никогда вам в лицо об этом не скажут. Если вам когда-то удастся общаться с непрописными, никогда никому не рассказывайте, где вы их встретили, как их зовут. И самое главное, где они живут. Это последние носители нашей русской волшебной культуры. Их уничтожают, на них идет охота круглосуточно. Поэтому, дорогие друзья, если у вас будет с ними контакт, берите ручку, бумажку и записывайте все, что они вам расскажут интересного. Это будет гораздо интереснее для вас, для вашей семьи. И вы сможете своим родственникам, близким рассказать реальные сюжеты истории и реальные техники омоложения. Но если вы будете ляпать языком везде направо-налево, то обычно появляется команда по метр шестьдесят два ростом. Я рассказываю реальные события. И расстреливают этих русалок, которые лежат, отдыхают на берегу моря. Или начинают великанов обстреливать из гранатометов, разбивая их в пух и прах на куски мяса. Чтобы вы не догадались, что последние великаны только недавно погибли. И многие другие вещи. Или появляется бригада лук, когда вырастает, например, княженика. Эта ягода похожа очень на клубнику. Она растет на дереве. Так вот, появляется бригада узкоглазок на машинах, обливает все это бензином и поджигает. Причем это происходит почти в нашей тайге, которая уже наполовину непонятно чья. В том-то и дело, друзья, от вас очень хорошо прячут концы. Я вам просто рассказал примерчики, чтобы вы хотя бы понимали, что мир другой. Это иллюзия, и вы живете в иллюзии. Причем в крутой иллюзии. Хотите из нее выйти? Приходите на курс. Будет интересно. Там идет практика. Теорию вы сможете спокойно познавать сами. Но практики, без практики ваша теория пуста. Практики нету в источниках. В источниках есть определенные моменты практик. Но всей практики, которой я даю, в источниках нету. Там идут мои наработки, которые десятки лет я на себе пробировал. Смерть это сон или не сон, а переход в другой кон. Меня волновал этот вопрос до страха, до боли. Меня трясло. Вот этого маленького мальчика, трехлетнего, пятилетнего. Я постоянно задавал вопрос своей бабушке, дедушке, тетке, маме. И спрашивал, а что там? Что там за гранью, когда дядя умирает? Когда его хоронят? Что там? Объясните мне. Ну не может же ничего не оставаться. И мне объясняли, что там находится якобы какой-то дедушка, такой добрый бородатый. Который всем, как говорится, подмахивает и хвост заносит. Меня это, знаете, очень так напрягало. Я никак не мог найти ответа, а что же все-таки там? Что для меня Господь Бог, что для меня Создатель? Это огромный высокочастотный импульс невыхолощенной силы, который создал тысячи миров и галактик, и вселенных, обладающих чувством юмора, интеллекта, бешеная невыхолощенная энергия, и которая даже сейчас слышит о нашей с вами беседе. Мы часть его, он часть нас. Мы малое, он большое. Мы являемся его отражением на данный момент. Все то, что внутри, то и снаружи. Что снаружи, то и внизу. Одинаково. Смерть, занимаясь первый год биоэнергетикой, я ответил на вопрос. Это сон. Каждую ночь мы умираем, и каждое утро мы заново рождаемся, друзья. И так каждый день. Каждый день, каждую ночь вы умираете без физического. Что такое смерть? Смерть это ваше существование в виде духа, в астральном теле, но без физического тела. Когда физическим телом вы не можете пошевелить. Многие наверняка такое имеют за физический опыт. Кто-то не помнит, кто-то осознает, а кто-то не очень осознает. Литургический сон это что? Та же самая смерть. Что такое, как говорится, потеря сознания и когда человек лежит в коме? Это та же самая смерть. Человек находится в тонкоматериальном мире, но физику по каким-то причинам не приходит. Не заходит в свое тело. Заходит всегда через грудь, либо через верх головы. Если кто не знает, как заходить надо. Через живот дураки только заходят. И через промежность, как я говорил. Только у дураков у нас энергетика одного цвета. Золотого-золотого. Друзья, энергетика меняется каждую секунду, каждую минуту. Но не может быть она одного цвета. Шучу я так. На втором слайде мы видим девушку, которая срывает молодильное яблочко. Когда и дает молодцу. Когда молодильное яблочко съест молодец, он помолодеет, похорошеет. И сразу будет чувствовать себя комфортно. Молодильные яблоки светились ночью. Их не грызли червяки. Когда молодильное яблочко катали по блюдечку, появлялся экран телевизора. И человек мог видеть свое прошлое, настоящее будущее, вневременное. Молодильные яблоки выздоравливали, поднимали из гроба любого человека. Это описывают разные сказки и разные книги, в том числе и современные прошлые. Уничтожены все сорта молодильных яблок. Но, дорогие друзья, у каждого из вас есть чудесный орган. Называется кишечник. Для чего в древности служил кишечник? Для материализации различных предметов, для изменения свойств растений и материализации этих предметов на физике. Чайка-калка. Это волшебный слог. Когда человек выкакивал буквально вещь. Потому что раньше, извиняюсь за жены, фекалии были как мед. Потому что еда была другая. И они не пахли так, как сейчас пахнут. Я говорю для многих людей фантастику, но это так. Вам сложно представить, но знать свое прошлое, я считаю, надо. А не тот бред, которым вам напихивают голову через зомбоящик. Чем отличается личность от неличности? Личность всегда на все имеет свое мнение. И на мою инфу, а вдруг я вас обманываю? Ух, как интересно, да? Вот и думайте, друзья. Старение человека связано с внешними разрушающими факторами. Есть два вида стресса. Первый стресс разрушает человека в ноль и делает его инвалидом и отправляет на тот свет как можно быстрее. Города построены по принципу скученности. Они создают в часы пик, чтобы человек стоял в пробках, нервничал, дергался, опаздывал, не мог вовремя покушать. И всего этого человек выплескивает огромное количество своей энергии, животворящей. А инфернальная сущность во главе с эгрегором города или агрегатом города поглощает эту энергию. Города созданы сатанинским агрегатом, чтобы высасывать у вас энергию. Дорогие друзья, есть альтернатива, выход из этой ситуации. Первое. Вам пришла отрицательная ситуация, вы стоите в пробке. Второй вид стресса. Благодарю за эту ситуацию, классно, сейчас книгу почитаю. Или поиграю в шахматы по телефону. Вторая ситуация. Благодарю, принимаю. Принимаю эту ситуацию, вы приняли ее. А дальше говорите, как хорошо было бы, чтобы дорога все-таки расчистилась, и я доехала до работы, пусть с опозданием, но доехала. Через некоторое время вы заметите, что дорога резко расчистилась. Когда вы вот так вслух проговариваете, создатель очень хорошо слышит ваши мысли, и он очень быстро их материализует. Если ваши мысли не убивают никого, не оставляют после себя танковую колею, то они очень быстро материализуются. Поэтому лучше использовать второй вид стресса. Первое. Благодарю. Независимо, какая ситуация пришла. Плохая, хорошая. Благодарю. Потом. Принимаю. А потом говорите, как бы я хотел или хотел, а вы, чтобы эта ситуация развернулась вот так, вот так, вот так. И когда вы это вслух, либо про себя проговариваете, вы начинаете замечать, что, во-первых, стало легче, и ситуация разворачиваться началась по-другому. Это будет происходить на физике. Идем дальше. Сейчас я отвечу на самый главный вопрос. Каждый из вас, живя сейчас в нашем мире, может купить себе физическое бессмертие. Да, самый важный фактор – это среда обитания. 80, ну да, где-то давайте 80% я возьму. 80% бессмертия все-таки обеспечивает среда обитания. Да, именно среда обитания. Ну нельзя быть бессмертным, живя в трехкомнатной квартире и питаясь продуктами из супермаркета. Это каким образом, дорогие мои? Значит, у нас, смотрите, перевожу пример. Вода какая льется из крана? Мертвая. Это кислая. Что у нас рядом? Соседи внизу матерятся, наверху водку хлещут. Так, в доме. Обычно я беру панельный дом. Далее что у нас? Холодильник стоит, поле создает электромагнитное? Создает. Так, гаджеты создают, создают. Так, микроволновка практически у всех есть. Так, стиральная машина? Есть. Что там у нас еще? Водогреи всякие, блин, на электричестве. Есть. Гаджеты. Что у нас еще? Ну микроволновка самая хреновая. Кому раковые клетки нужны, пожалуйста, микроволновкой подогревайте все. Либо зачищайте эту пищу. Если в кафе пришли, там все подогревают. Так вы берете поток света, поставили и убираете раковые клетки. Кому раковые клетки? Токи фуку как раз они создают эти раковые клетки. Самое сильное излучение дает микроволновка. И все это говно, извиняюсь за решение, создает огромный электромагнитный смог. Плюс антенны, которые позволяют мобильникам работать. Вы хотите сказать, их излучение сквозь вас не проходит? Проходит. Это ладно. А еще есть сетка Хартмана. Сетка Хартмана это оружие, созданное драконианцами, наложенное на землю. Через каждые 2 метра узел стоит энергетический. На нем кошки любят спать, собаки не любят. Вот когда кошка ложится, она сожирает всю эту энергию отрицательно. Она прямо на узле будет лежать. Четко. Кошарики моментально рубят эти моменты. Так вот, смотрите, как действует узел сетки Хартмана. В определенный момент вам хочется водки выпить. В третий момент женой поругаться, например. В четвертый, кажется, в морду соседу дать. В пятый, плюнуть ему на лысину с балкона. То есть вот так действует, чтобы вызывать вас на отрицательные эмоции сетка Хартмана. Все для того, чтобы вы выплескивали свою позитивную энергию созидательную. Все в мире есть энергообмен. Я молчу о красном луче, стоящем на Луне и психогенераторе в Тартаре. И о многих других вещах, которых вы даже не подозреваете. Плюс реклама. Вы ходите по городу. Вот эти огромные щиты стоящие. Каждый щит способен сократить вашу жизнь на 30-50 лет. Это психооружие, если кто-то не знает. Я не знаю, знают ли наши рекламщики. Я подозреваю, что не знают. Дорогие друзья, ну все это есть. Вопрос вам. Посмотрите нашу рекламу в России. Например, рекламу в том же самом там, где там, я не знаю, Египет не возьмем. Но возьмите Францию, Англию. Там рекламы меньше. Там ее практически нет. Значит, массированная атака продолжается. Информационная. Но вы уже способны выдержать любую информационную атаку. Русский человек, когда смотрит на такую рекламу, он считывает 6 уровней. Первое дно, второе дно, третье, четвертое, пятое и шестое дно. О, как интересно. А на шестом дне такие гадости написаны. Друзья, я бы даже не то, что детям, я взрослым их не показывал бы. Вот такие там вещи есть. Екатерина, по ситуации можно вопрос. Благодарю, принимаю, а дальше как бы я хотел, чтобы это все обошлось. Нина, я просто рассказал вам, что происходит чуть-чуть в городе. Чтоб вы знали. Если вы... Вот у меня, я жил все время, как говорится, на юге родился. И у нас все время кричали еврейский этаж. Я все никак не мог понять, почему. А потом я присмотрелся. Основная масса, как говорится, евреев жила на втором, либо на третьем этаже. Выше они не брали. Я тогда не понимая, ни в какой биоэнергетике, я был маленьким мальчиком примерно. И я не мог понять, почему так. Ни они, ни кто, ни мои близкие, никто не мог объяснить. Когда я занялся биоэнергетикой, я ответил на этот вопрос. Сетка Хартмана на втором и первом этаже почти не действует. Вы услышали меня? Значит, евреи знали об этом вопросе. И хорошо, что знали продвинутые люди. Средних дураков мало очень. Но я не беру, как говорится, серьезные там вещи. Они есть в любой нации отклонения определенные. В любой, без исключения. Один процент всегда. Это нормально. А все остальные нормально, одинаковые люди. Так вот, смотрите, друзья. Каждый из вас может купить себе участок в ближайшем пригороде. 50-40 соток. Не 6 соток, где собачью конуру не поставишь. Гектар хотя бы. Час езды, час 20. Может, на краю города. Желательно, чтобы у вас была вся инфраструктура. Дороги, почта, телеграф, магазины. Машина своя обязательно. Без нее никак бесполезно. Потому что, если вы будете проживать в ближайшем пригороде, вам без машины не обойтись. Это нонсенс. Вы никуда не успеете. Сразу говорю. Поэтому, любая машина, не обязательно навороченная. Вот. Но та, которая может везде пройти по любым дорогам, такие машины есть. В доступной стоимости, я считаю. Сейчас вообще проблем с этим нет. Так вот, смотрите. Вы берете участок земли. Ставите на нем дом, баню. Но самое главное. Вы своими руками должны посадить все деревья. Вы должны заложить свой сад. Сад, лес, сад закладывается под углами Бога. Угол Бога жены, угол Бога мужа, угол Бога ребенка. Высчитывается по датам дня рождения. В табличной форме все есть. Можно высчитать. Точно так же углы Бога используются при посадке леса. Вы должны на своем участке посадить сад и лес. Именно они дают бессмертие. Как еще объяснить вам? Своими руками. Не то, чтобы за вас сажали. А вы, извините, бегаете раком, ползком. Вот. И заваливаете эти, как говорится, деревья. Сажаете собственными ручками, лопаткой, чем угодно. Пасочки, песочки. Вы поняли меня, что вы должны деревья самолично посадить. А вот все ландшафтные площадки, бассейны могут вот эти все ребята делать, если вы их нанимаете. Вы поняли меня. Но все деревья, кусты, цветочки сажаете вы. Как только вы их посадили, все эти цветочки, все это становится на вашу энергетическую защиту. Никакой страстенс, недоделанный маг вас не пробьет. Бесполезно. Представьте, 40 деревьев вы посадили, и 40 деревьев, как 40 богатырей, стали на вашу энергетическую защиту. Они вас закроют от любого мага. Он скорее подохнет сам, чем пробьет вас. Я сразу говорю, любое дерево пойдет на смерть. Но оно своего хозяина, тот, кто ему дал жизнь, будет защищать ценой своей жизни. Вот так деревья помнят добро. Но они помнят и когда над ними ругаются. Особенно злопамятные плодовые деревья. Если вы срубаете плодовое дерево, сразу же должны посадить рядом свежее. Иначе это фаун, который остался, он вам устроит кузькину мать. Вот мало не покажется, если кто-то не понимает. Помимо того, что себе что-то по ноге трахните, еще можете, как говорится, врезаться куда-нибудь. Ненавязчиво. Да, потом будете понимать, а что ж он такой день странный, не удался. Вот там-то и дело. Поэтому надо договариваться с деревом, глядя в него корни. Кроме осины и елки, у этих деревьев двух предателей. Духи деревьев живут в макушке. А у всех остальных в корнях живут. Поэтому не путайте. Елки и осини секреты доверять нельзя. Предадут, разложат, всему миру расскажут. Все будут знать, что вы там закопали под ней. Так вот, как только вы посадили деревья, вы впечатались в свой внутренний гомеостаз. Вы стали нервной системой своего сада и леса. То есть вы поняли меня? Если человек имеет свой сад и лес, посаженный своими руками, он купил себе бессмертие. Все услышали? Я уж не знаю, как объяснять. Я стараюсь более подробно разжевывать. То есть каждый из вас купил себе бессмертие. Да, далее. Вода. Вода должна быть из своего колодца. Щелочная, а не кислая, которая там. Пища должна выращиваться, часть еды у вас по месте. Ставите поликарбонатные теплицы. Подтапливаемые делайте. И делайте полив нажатием кнопки. А не как раненая бегаете с леечкой, как говорится, пытаетесь полить свой громенный участок. На кнопочку нажали и у вас полили. А у нас еще такие, видите, как его, форточки есть, которые сами открываются. Без хозяина. Она сама знает, во сколько ей открыться. Открылась, проветрила, на ночь закрылась. И вам даже попу поднимать не надо. Вы можете заниматься творениями в этот момент, другими делами. Помимо этого, одежда должна учитывать ваши меры. Средства гигиены. Зубная паста должна быть без фтора. Значит, зубная паста со фтором, даже 0,011 тысячных, делает из вас дегенератором. Значит, доказана диссертация, американка доказала, что даже 0,0 каких-то тысячных фтора очень токсичны. А у нас в голове находятся эпифис, гипофис, гипоталамус, таламус, шишковидная железа. И все эти железы отвечают минимум за 4 вида ясновидения. А ваши железы стали как камень. О каком ясновидении можно говорить? Тут уже вопрос, как говорится, о деградации можно говорить. Превратитесь вы в идиота или в идиотку. Вот это уже хуже, понимаете, друзья. Чистить зубы можно пастой Роксона без фтора хлопвексидина. Калийной, малиной, брусникой. Индийской пастой можно. Содой можно. Любыми вещами, которые не имеются в составе фтора. Фтор супер токсичен, я предупредил вас. Значит, дрожжевой хлеб нельзя есть. Дрожжи создали немецкие ученые в конце Второй мировой войны. Они сказали, если русские даже выиграют, то они погибнут от дрожжевого хлеба. Значит, дрожжи выдерживают температуру 400 градусов. И внутри организма нападают на ваши здоровые клетки. И вызывают кучу болячек. Я не буду говорить, множество. Поэтому покупайте хлебопечку, делайте опару. Либо покупайте бездрожжевой хлеб, как я это делаю. Мне печь некогда, у меня ненормированы дни. Поэтому я себе покупаю бездрожжевой хлеб и прекрасно его кушаю. Наесться можно одним-двумя кусочками. Одним-двумя. Все, друзья, больше вам даже не захочется. Когда вы дрожжевой хлеб лопаете, вы даже пятью кусками наесться не можете. Там как в прорубь проваливается куда-то. Да, как в прорубь. Как будто с голодного края. Вот таким образом, друзья, еще. Соль. Соль должна быть морская. Подсаливание пищи идет морской соли. Огурцы можно солить только каменные. Соли раньше было 25 видов. Сатанинский агрегат, которому мы проиграли информационную войну 3000 лет назад. Да, наши с вами предки были не готовы на тот момент к информационной войне. Мы ее продули. Да, был такой сюжет неприятный. Но было. Тогда сатанинский агрегат вторгся на землю, изменил в домострою многие вещи, ввел разные привычки, вредные в том числе. Изменил соли. Оставил он только натрий хлор. Когда вы натрий хлор принимаете, у вас внутри организма, вы подсолили, например, картошечку каменной солью обычной. Что происходит? У вас открываются поры кишечника. Если там есть какие-то яды, все эти яды поступают в кровь. Вы быстрее помрете. Популярно объясняю. Если вы подсаливаете картошечку, морской солью в ней соблюдена золотое сечение. И поры кишечника не открываются. О, как интересно оказывается. Раньше это было жреческой едой, ее ели только жрецы. Еще при хане Батые, вот, жрецам только разрешалось есть. Всех других, кто нарушал традицию и брал пищу жрецов, или жрецы давали, предавали смерти. Еще было тогда известно 25 видов солей. Что вам сейчас известно? Морская, елецкая соль, там черная какая-то и натрий хлор. Что вы знаете? Да ни хрена мы не знаем, друзья. Все заново надо делать. Так вот, дорогие друзья, комплексный подход к бессмертию. Я вам ответил, самое важное, изменить место пребывания. Поменять свою трехкомнатную халупу на хороший участок земли в пригороде, посадить деревья своими руками. Поставить для начала баню, а потом спокойно выстраивать дом. Ну и машину иметь, естественно. Днем поработали целый день на работе, вечером сели на машину, приехали к себе домой. Все, вы зашли в свой сад, зимой, летом, осенью, вы в своем саду находитесь. Батарейки зарядили в натуральном поле, естественно, и приехали утром опять на работу. В городе пока вся работа, от города далеко пока не удерешь. Деревня наша, как говорится, сдохла еще во времена социализма. Там, знаете, был прикол какой? Когда коммунисты пришли к власти в России, они пришли в 1918 году в русскую деревню. И знаете, что они там увидели? Они увидели 200, 400, 600 и 800 летних людей. И они охренели просто, вот эти комиссарики с пистолетиками. Об этом никто вам не расскажет. И поступил приказ сверху сатанинского агрегата всех перевезти на водопроводную воду. Как только всю деревню перевели на водопроводную воду, колодцы засыпали, был такой момент, травили. Те, кто не согласны, высылали и даже стреляли. И вот возраст сократился в деревне сразу до 70 лет. Поэтому среда обитания, чистая вода, ваша пища, часть которой у вас выращена в ваших теплицах, средства гигиены, это все влияет на ваше продление жизни. Есть и другие вещи, о которых я объясняю более подробно уже на курсе. Но это на курсе, друзья. 5-го числа в 20.00 наш поезд стартует и идет бессмертие. Те, кто остаются, будут хвалить свое болотце. Это ваше, ну кому-то надо оставаться в нем. Вредные привычки человека сокращают жизнь человека от 10 до 50 лет. Алкоголизм, курение, игромания, сексомания, наркомания, все эти мании созданы сатанинским агрегатом 3000 лет назад. И внедрены, внедрены аккуратно под видом якобы безвредных вещей. Что это такое? Это человек организовывает суперлярву. Суперлярва это копия человека в энергетическом виде, который заставляет его пить, курить, голодать таблетки, заниматься сексом со всеми подряд, впитывать, давать себе дозу наркоты и все другие вещи. А она заставляет своего хозяина делать невероятные вещи, которые он сам по идее не хочет делать. Для чего? Ей нужно питаться энергетикой своего хозяина. Проблема в чем, друзья, что я просто довожу до вас информацию. Я не пугаю вас, я наоборот стараюсь вам всем помочь. На том свете, не имея физического тела, очень проблематично расформировать свою лярву. Очень проблематично. А я помогаю это сделать на курсе. Здесь, сейчас. У кого есть вредные привычки, пожалуйста, я помогу расформировать лярву, выстрою новое тело. И я думаю, у вас в дальнейшем. Вам только надо будет преодолеть тысячу соблазнов. Это самая тяжелая практика. Но я думаю, вы сильные люди преодолеете. Идем дальше. Как работают человеки в гипоталамические часы? Железа гипоталамуса является сердцем эндокринной системы. Она вырабатывает свои секреты и влияет на все остальные железы. Эпифис, гипофис, таламус, щитовидка, поджелудочная, почники, семенники, копчиковые. Значит, что у нас еще там? Астропилогенганца. Значит, что у нас? Это как его? Матка. Яичники у женщины. Здесь не все железы указаны. Значит, когда секрет вырабатывается в норме, внутри организма человека идет хороший гомеостаз. Хороший энергообмен. Человек не болеет, чувствует себя комфортно. Сейчас упражнение для нормальной работы желез человека. Сядьте в удобное положение. Я своим сознанием растекаюсь в ладошки рук. Стопы ног в копчик. Растеклись. Значит, как мы делаем? Вдох. Надули живот. Выдох. Выдох при закрытом рот. Теперь задержка дыхания. Значит, смотрите. Вдох. Выдох. Раз, два, три. Задержка дыхания. Раз, два, три, четыре, пять. Итого в сумме восемь. Значит, еще раз ловите состояние. Вдох. Выдох. Три. Задержка дыхания. Раз, два, три, четыре, пять. И опять начинаете. Да вы делаете это упражнение 24 раза утром и 24 раза вечером. Все на цифру восемь. Восемь это число богини Костромы. Богиня Кострома в нашей традиции отвечала за молость долголетия бессмертия. Когда сатанинский агрегат захватил землю, он сказал, ну а зачем землянам бессмертие? И храм богини Костромы был передан анафеме, один из первых храмов. И она низвергнута была. Но всем, кому нужно бессмертие, делайте на восемь. Восемь дыханий, восемь минут задержка, восемь прыжков, восемь часов занятия начинаете. У меня все продумано, друзья. Поэтому трижды восемь, 24, то же самое. В сутках 24 часа. Двадцать четыре торсионных поля присутствуют в первом коне. В первом коне человек добивался физического бессмертия. Во втором коне он должен был творить метаморфозы и творчество. В третьем коне следующее, в четвертом следующее. Человек мог жить много, очень, гораздо. Не тот бред, который вы слышите. Делайте эту практику, практика рабочая, делают мои ученики и друзья. Русская волшебная культура возвращает здоровье и молодость человека в любом состоянии дряхлости. Друзья, человек стареет до 80 лет. Но если он в 80 выглядит как на 40, у него волосы начинают из седых превращаться в черных. Наступают метаморфозы. Обычно к 100 годам. К 96, 97, вот так. Далее. Кожа натягивается. Восстанавливаются мочеполовые функции все. И человек превращается в молодого, здорового человека. Кстати, многие непрописные выглядят от 25 до 50 лет. Вы никогда им не дадите, что им за тысячу лет. Они владеют многими техниками омоложения, с которыми могут с вами поделиться, если вы не будете трепать языком, где вы их встретили, где они живут и как их зовут. Ни в коем случае не надо особенно ляпать и бежать в какое-нибудь телевидение, газеты. Никаким образом. Молча, аки партизан. Общаетесь и берете всю инфу. Им это не нужно, вот эта громогласность. Они и многие в города приезжают, но это большая редкость. На короткий срок. Самый быстрый способ эволюции – это семья. Самый быстрый способ добиться богами – это семья. Понедельник, среда, пятница – женские дни. Вторник, четверг, суббота – мужские. Чередование мужских и женских дней позволяло двум людям в семье. Не только родить дерево, посадить дерево, как говорится, родить ребенка и вырастить дом. Дорогие друзья, семья – это способ эволюции. Пан, семир, визир, деп, асур – это все уровни эволюции человека. А вы что думаете, человек – это последний ипостась? Какие вы наивные, дорогие друзья. Это только начало. Это самое начало. Вы еще до андрогина не доходите. Андрогин – это пятый кон. Вот. Это пятый кон. Это когда люди перешли с 400 к 500 годам. Все на самом деле по-другому. Я понимаю, что многие вещи сейчас по-другому будут происходить, не так, как сейчас. Во-первых, сейчас не 8 атмосферных единиц, как раньше, не 20 миллиардов проживают на земле, субтропического климата нету и многих других вещей. Но все равно оно будет в лучшую сторону идти. Идем дальше. Когда вы купили себе физическое бессмертие и посадили деревья, вы можете творить любые метаморфозы на своем участке. Популярно объясняю. Вы можете заниматься волшебством в бане на своем родовом поместье, но вы не можете это делать в трехкомнатной квартире, где и стоит электромагнитный смог. Ну никак не получится у вас. Вы можете в этом электромагнитном смоге лет 400 прожить. Люди, они существа крепкие. Ну не больше, друзья. Но вам нужно для этого находиться в состоянии удовольствия и счастья. Если вы сумеете находиться, вы проживете 500 лет в городе. Но вам надо на любую ситуацию реагировать позитивно. Попробуйте. Поэтому все вещи, которые вы будете творить на своем участке, следить за растениями, животными в свободное время. И самое главное заниматься творением. Погоду держать, например. И многие другие вещи. Зашлуховность организма – причина всех болезней и старостей человека. Вот эти два колобка – это два инвалида. Транжиры, химия, геомодифицированные продукты. В Макдональдс можно ходить, но только два раза в месяц. Для чего? Тренировать организм бороться с ядами. С ядами, с химией, трансжирами. Чтобы организм мог знать, что это за зараза и как ее у себя в организме дезинфицировать, убрать. Если организм не знает, то все. Если это каждый день будет, как у этих двух колобков. Но это все, это два инвалида, друзья. Это все уже пройдено. Важно почелачиваться организм медом и лимонным соком. Значит, с утра вы берете чесночок. Только не китайский, пожалуйста. И помидоры китайские не покупайте. Лучше сразу в Китай туда пошлите посылкой. Друзья, там столько химии, там ничего не растет после китайцев. Они только говорят, что они такие там верные друзья. А на самом деле засранцы еще те номер один. Почему? Химия все пичкает и все продукты отравлены, друзья. Поэтому ни в коем случае китайский чеснок, помидоры и все, вот китайские продукты, именно продукты питания. Пусть они сами в Китае там кушают. Но они привыкли, наверное, это потреблять. А нам не надо. Значит, найдите нормальный чеснок. Разрезаете напополам дольку. И половину дольку под язык. Сосете под языком 8 минут. 8 минут перерыв. Чеснок либо съедаете, либо выплевываете. Потом стакан чистой воды наливаете. Чистой, не кипяченой. И без всякого серебра. Серебро католиков можете отослать. Они его любят кусать там. Пусть кусают на здоровье. Нам не надо. Вода чистая, энергия чьи. Популярно объясняю. Значит, туда ложка меда и ложка столовой лимонного сока. Без, значит, мед, без антибиотиков и добавления пчел, сахара. Тот, который льется на 40 сантиметров, и струя не прерывается. Если есть сахар, то струя будет прерываться. Либо химический карандаш с собой имейте. Так. И далее лимонный сок. Столовая ложка. Все это перемешиваете, выпиваете. Значит, что это создает? Это создает внутренний гомеостаз, хорошую щелочную среду. И вы будете чувствовать себя комфортно. У вас всегда будет хорошее пищеварение. И вообще будет работать денежный канал. Будет великолепно. Ну и распорядок дня, друзья. С каждым он свой. Дорогие друзья, я ложусь, например, полвторого ночи. Когда вы будете ложиться? Ну я энергетикой занимаюсь. Те люди, которые энергетикой не занимаются, им надо спать 9 часов 10 минут. Все, кто занимается энергетикой, как я, могут спать столько, сколько хотят. Меньше, больше, даже не менее. Главное, вы занимаетесь. Когда вы занимаетесь, это компенсируется тем, что вам для сна требуется меньше времени. Человек, который не занимается, должен спать 9 часов 10 минут. Когда вы перейдете на уровень пана, вам уже спать надо будет часов 10. На уровень, как, семира, то там уже часов 11 надо спать будет. То есть увеличивается сон по мере эволюции человека. Идем дальше. О чем мы с вами не говорили. Правильное действие, правильное отношение, правильное дыхание, правильный режим дня, правильное питание и сон, правильный уход за телом, правильный быть человеком. Сколько может прожить человек? Что мешает человеку быть бессмертным? Почему славяне отказались бессмертным? Да помогли нам. Конечно, две войны ядерные прошло. Столько изменилось. Два спутника погибло. Состав крови поменялся. Климат поменялся. Бог знает как. Загадки древнего леса. Кто такие Кощей бессмертный? Тожреть шестого уровня не всегда отрицательный. Постулаты физического бессмертия. Что помогают, что мешают быть бессмертным. Вам нужно бессмертие? Я жду вас 5 числа в 20.00. Наш пояс отправляется на огромной скорости. 12 теорий, 12 практик, друзья. Это кому нужно? Кому не нужно, не ходите. Не дай бог проживете дольше. Трагедии, претензии потом будете предъявлять. Да, а я пение не выплачиваю. Сразу говорю. И билет в рай не выписываю. Значит, наш спецкурс состоит из трех частей. Начало, основа и мастер. Нет, кому надо, напишу. Печать поставлю. Кому очень надо. Первая часть. Начало. Вы научитесь в первой части растекаться знанием по своему физическому телу и своим тонким оболочкам. Узнайте, что такое каналы высокой интенсивности, ядра, каналы, меридианы. И научитесь их на практике запускать. Это три огромных энергетических, как говорится, практики. Ядра, каналы, меридианы. Их надо знать. Поймете суть русской волшебной культуры. Три теории, три практики. Две шестьсот. Все блоки последовательно связаны с друг другом. Сперва надо пройти первый блок, второй, а потом третий. Все последовательно. Иначе вы не будете понимать, о чем идет речь. На втором блоке вы избавитесь от страха, в обид, агрессии, чувства вины, низкой самооценки. У вас огромная помойка на уровне подсознания и бессознательного. Мы ее копили десятки лет. Тут прихожу я, как говорится. Знаете, помните мультик про пластилиновую ворону? У меня такая большая метла, и я должен за 12 занятий все ваше говнецо энергетическое убрать. Я умудряюсь это делать, друзья. Опыт богатейший по уборке. То есть я, как знаете, как в шапке, как этот Пичкин, вот, почтальон, вот, бегаю, вот. А что, говорю? Мы справимся, мы убираем. Вы на практике освоите упражнения для активизации гипоталамуса. Это упражнение колокола, особенно полезно диабетикам. Приходите к диабетике на курс, для вас будет очень много интересного. Узнаете, что такое русская яга, путь света. Вампирско-норинские отношения между людьми. Техники астрального выхода внутрь и наружу. Освоите процессы ясновидения. 11 видов или 10, там, я не знаю, разберемся. 4 теории, 4 практики. 4 800. И третий блок, который идет следом сразу же. Это мастер. Вы научитесь целительству современному и прошлому. То есть я даю конкретные технологии, которые позволяют вам лечить себя, своих близких. Освоите разные варианты энергоинформационной защиты. То есть развелось очень много школок, всевозможных, как говорится, целителей, которые псевдо, которые на самом деле ничему толком не учат. Я вам даю конкретно. Окудовали себя в это, сделали вот это. Узнайте, что это число их соотношения. Магия волшебство. Это если успею. Поймете, что такое явление слабого резонанса, удержь, судьба реинкарнации. Практику умирания пройдете все, без исключения. Вы побываете на том свете. Вы поймете, что такое, что чувствует человек, когда он умирает, когда он разлагается. Реально на практике, а не на теории. И после этого поймете, что существуют все те миры, о которых я вам говорю. Что это не моя фантазия и иллюзия. И как стать русским долгожителем на протяжении всего курса. Что помогает, что мешает. 5 теорий, 5 практик. 8 тысяч рублей. Итого, друзья, каждый из вас, который принимает решение прямо сейчас, может купить себе физическое бессмертие за 15 200. Моя консультация это бонус. Все, кто сейчас принимает решение, получают мою консультацию бонусом. Начало курса наш поезд отходит 5 сентября в 20.00. Наш спецкурс предназначен для тех людей, которые хотят быть бессмертными. Прожить тысячу лет. Две, три, пять, десять, сто двадцать лет. 57, 33 года, как сатанинский агрегат вам советуют. Для всех людей, у кого есть воздействие, как от них избавиться. Для тех людей, которые хотят накопить потенциал. Которые хотят получить источники. И открыть свою школу парапсихологии. Те, кому нужны дипломы для того, чтобы преподавать в своих городах. И открывать свои центры и школы. Для тех людей, которые проснулись, которые хотят заниматься метаморфозами. Именно и практиковать русскую волшебную культуру самостоятельно. Для всех вас все это открыто. 5 сентября мы садимся в поезд и едем. Либо вы сидите в своем болоте и нюхаете свою гниль. Либо вы едете со мной. Что такое новизна? Новизна это бессмертие. Новизна это любовь. Новизна это когда вы меняетесь. Если вы ничего не боитесь и спокойно идете, вы будете жить столько, сколько хотите. Спокойно. В состоянии удовольствия, счастья, любви, гармонии. Любая консультация. 60 минут. 3,5 тысячи рублей. Как найти вторую половинку? Как вылечить себе зуб? Каким образом облегчить боли в геморрое и убрать, по крайней мере, геморройные шишки? Рассосать их. Каким образом почистить помещение? Как создать свой интернет-магазин? Как вернуть свое имущество, которое сперли? Если еще возможно. И многие другие вещи. Все это индивидуальные консультации. Пожалуйста. Любая тема 3,560 минут. И естественно подписывайтесь на меня и получайте подарки. Я как раз их готовлю. Скоро будут готовы. Пока еще все заготовки. Ну а сейчас, как я говорил, я оставил время. Консультации в прямом эфире и ваши вопросы, диагностики. Так, вижу, пошли. Галла, посмотрите меня, пожалуйста. Щитовидка поджелудочная. Ну что я могу сказать? Щитовидка это нарушение, значит, в работе эндокринной системы. Поджелудочная тоже. Значит, Галла, вам нужна индивидуальная консультация. Значит, задайте вопрос. Значит, кто делает все болезни в организме человека? Ваше злющее подсознание, Галла, Татьяна и все остальные. Ваше подсознание злющее, как собака, готово меня сейчас загрызть, если я просто начну снимать с вас болячки. Галла, вам нужно задать вопрос. Зачем мне дана эта болезнь? Щитовидки поджелудочные. Почему у меня идет сбой? Если у вас идет сбой по эндокринной системе, значит, у вас программа смерти. Значит, таким образом, сокращая срок вашей жизни, подсознание делает так, чтобы вы раньше времени не умерли. Вот и все. А почему делает? Потому что явно вы не идете в развитие. Она таким образом пытается вас к реинкарнации подготовить. Выход какой? Нормализовать ритм гипоталамуса. Вот, я его сейчас активизирую у вас. Но я причину вам рассказал. У вас причина-то известна уже. Поэтому ваше подсознание злиться на меня не будет. Поэтому я ответил. Лучше индивидуальная консультация. Приходите. Заливаем все светом. Щитовидку поджелудочную и все остальные железы. Это разрешено. Пожалуйста. Татьяна Л. Посмотрите, что со мной не так. Люди не очень хорошо относятся ко мне. Вечно пакостно. Посмотрите, нет ли на мне порчек, прицепки вампиров, сердце болит. Закрыли дорогу мужчине, которого очень люблю. Объявится он или нет? Значит, когда сердце, это семья, проблемы с семьей. Значит, все болезни сердца, друзья, это отношения с другим противоположным полом и с семьей. Значит, у вас в отношениях проблемы. Порчи никакой у вас нет, у вас проблемы, еще раз и говорю. Понимаете, у вас есть претензии к себе, претензии к мужчине, который есть вокруг вас. У вас есть такой энергетический пулемет. Вы так его вытаскиваете, Татьяна, и всех их отстреливаете, мужиков, в радиусе 15 километров, чтобы, не дай бог, не подошли, не познакомились. Татьяна, вам на индивидуальную консультацию ко мне. Еще вчера надо попасть. Заливаю ваше сердце, как говорится, потоком света. Основная причина ненормальные отношения с противоположным полом. И вы хотите семью, а получается, что у вас наоборот идет разрушение. Так, Екатерина, посмотрите по работе финансам. Считовидка я ответил, нарушение докринной системы, сокращение срока жизни. Финансы, но у вас поют романцы, у вас денежный канал работает наполовину. Почему работать наполовину? Потому что вы жадненькая, да жадненькая малеха девушка. Ну что делать? Вам нужно изменить отношение к жизни. Приходите на консультацию, я за одну консультацию, финансовую систему вам поправлю. Либо ждите курса денежного потока. Я не помню, когда он там будет. Надо продюсера спрашивать. Он там руководит всем делом. Так, Галина, меня посмотрите, пожалуйста. Желчный. Желчный пузырь – это очень много отрицательных эмоций. Это гнев, который вы не выплескиваете. Печень тоже самое. Она очень не любит гнева. Галина, покупайте себе подушку, большую биту, на подушке рисуете в морду своего врага и пишите «Дядя Петя» и херачите эту подушку, пока мокрой не будете. И орете с диким криком «Бонзай!» или «Аларм!» по-английски. Опасность. То есть, вам вашу, как называемую, агрессию надо выплескивать. Не будете выплескивать, значит, в желчном будут выращиваться камешки. Два финика утром, два финика вечером. С утра лимонный сок, значит, с медом, чистый стакан воды с утра. Мед, лимон, пожалуйста, пейте натощак. Так, а самая лучшая соковыжималка, утром стакан морковки, либо стакан этого, как его, свеклы. Вот так. Так, идем дальше. Светом все заливаем, желчная печень. Трое суток у всех процесса идут. Так, Нина, посмотрите, что со мной, что-то не так. Киста правой почки, повышено давление, щитовидно. О, Нина попала. Нина, кто у нас в почках живет? С чем почки связаны в организме? Что вам подсознание указывает на почки? Основная причина подсознания, если у Галины было это гнев, она гневается, и подсознание указывает, что надо быть спокойной. Вот. То вам указывают, что вы все боитесь. Киста правой почки, это у вас страх как загнан внутрь. Тем более правая почка, это физическая, это мужская часть тела, а левая женская. То есть у вас по мужской стороне уже даже в кисту превратилось. До какой степени у вас страх там уши высовывает? Надо прорабатывать страхи. Как прорабатывать? На курсы прорабатываем обязательно. И можно на консультации. На консультации, не знаю, там надо смотреть сколько вам надо. Щитовидка это также нежелание жить в том числе. Разбалансировка, нежелание жить, отрицательные мысли тяжелые. Я отвечаю причиной. Все заливаем светом. Щитовидку, вот, и почки. Повышенное давление, мечетесь, языком ляпайте что угодно, значит, поливайте говном соседку там или еще кого-нибудь, нервничайте. Вот это повышенное давление. Женщины для чего сюда приходят? Жить в удовольствии, счастье, любви, гармонии, равновесии. Вот и живите в нем. А не говно собирайте по этим всяким, как говорится, помойкам. Так, Надежда, можно ли хрящи разрушенные? Да, можно, но при этом вам нужно будет заниматься хотя бы от полугода до года. Если вы готовы, я вас научу, дам практику за одно занятие. А дальше занимайтесь. Занимайтесь и внутрь еще кое-что выводить будете. Я объясню, как это делается. Но не сейчас. Да, можно. Елена, вам нужно обратить внимание на сердце. Мне не нравится у вас, там есть затемнение у вас. И мне не нравится пуповина. Пуповина – это распределение потоков энергии. Когда потоки плохо распределяются, это говорит о том, что вы чего-то пережимаете, чего-то не принимаете в этой жизни. А сердце – это проблемы в отношениях. Заливаем все светом. Таня, смотрим вас. Таня, у вас желудок, то, что я вижу. Мне не нравится желудок и поджелудочный. Это неприятие мира, отрицательное мышление. Причина основная. Мысли позитивные, научиться радоваться жизни. Радоваться жизни со мной и с тобой. Помните песню? Вот, да, попойте ее чаще. Женщина приходит жить в удовольствии, счастье, любви, гармонии, равновесии. Вы должны во всем находить удовольствие. Вот чем бы вы ни занимались, старайтесь находить там некое состояние оргазма. Вот, да, да. Заливаем вам все, как говорится, весь желудочный, кишечный тракт. Светом. На консультацию желательно. Так, Валентина. Личная жизнь. А вы не притягивайте. У вас претензии к мужчинам. Огромные претензии. Я не удивлюсь, если у вас есть проблемы с мочеполовой системой. А это говорит о том, что раз подсознание вам дергает на этом плане, вот, создает проблемы, то вы не приемлете, не приемлете какие-то отношения, брезгливо относитесь к этому. То есть, и мужчинам вы не позволяете войти в свою жизнь. Понимаете, Валентина, если бы там все нормально было, я бы сказал, но у вас это есть. То есть, у вас есть претензии и к себе, и к мужчинам. Это говорит о том, что вам нужно меняться. А как вы хотите заполучить мужчину и при этом не поменяться? Это каким образом? На блюда его подают с голубой каемочкой, да? А ких жареную курицу, да, которая исходит, как говорится, запахами. Нет, Валентина, еще ни одна женщина, которая не менялась, не получила мужчину в дар. Нет, только меняться. Ваш пулемет надо будет убрать, да, куда-нибудь спрятать подальше. Лет это так на 50, на 100. Когда протянете, уже дальше посмотрите, вытаскивать или нет. Претензии убрать и изменить свои отношения помогу на консультации. А сейчас заливаем светом вас. Так, Галина, посмотрите, пожалуйста, моего мужа. Диабет, финансовые проблемы. Отрицательное мышление у вашего супруга. Финансовые проблемы. Галина, когда у вашего мужика финансовые проблемы, значит у вас с головой не все в порядке. Все финансы мира зависят от женщины, которая питает своего мужика. А если женщина не питает энергетикой своего мужика, то как он деньги принесет? Это каким образом? Только ему к любовнице надо бежать, та, которая ему энергии даст. Но не только через секс. Энергии как надо давать? Через секс. Приготовленный супчик с любовью, борщик. Второе. Котлетка. Поглаженная рубашка. Поцелуйчик. Разговоры за чашечкой чая. Да. А как вы хотели? Галина, проблема в вас. Вы своего мужика не насыщаете. Я не вижу вашей энергии. Два балла ставлю вам. Из-за вас ваш мужик разоряется, сразу говорю. Из-за вас. Имейте претензии, значит слух выскажет. Ты говнюк потому, потому, потому. Вот у тебя там диабет, у тебя там то, то, то. А надо вот так, вот так делать. От женщины все зависит. Все финансы, отношения в семье, отношения с детьми, отношения с родственниками. Все от женщины, Галина. Поэтому проблемы у вас. Вам надо на консультацию, а не вашему мужику. Я ответил вам на вопрос. У нас же комары ленинградские летают. Вечерком. Так, Наталья, посмотрите мое тело. Но ничего, ничего, нормально. Тело как тело, как у всех. Личная жизнь. Не принимайте. У вас тоже неприятие. 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 Кожа мне не нравится в определенных местах. Лимфа не нравится. Кровь. Индивидуальная консультация. Все светом заливаю. Кожу, лимфу, кровь и 10 каналов высокой рентгенциности. Трое суток идет процесс. Так, Наталья. Такие у меня блоки каким способом снять не складываются? Снять на консультации. Это индивидуально. Блоки у вас есть в районе сердца, в районе поясницы, в районе живота. Личная жизнь, да, естественно, вы укрепились. Вы там такую оборонную крепость построили. Такие ментальные оболочки. Это вы от всех мужиков так прячетесь, да? Там, знаете, как у рыцаря средневекового. Толщиной так сантиметров 20. Такие доспехи энергетические. Наталья, приходите на индивидуальную консультацию, мы разберемся. Вы поймите, нельзя всех мужиков под одну гребенку. Если один плюнул вам в душу и растер сапогом, не надо всех туда засовывать. Да, да, вот именно всех не надо, пожалуйста. Так, Татьяна, финансы, они поют романцы. Татьяна, у вас перекрыт денежный канал. Не вами причем. Приходите на консультацию. У вас воздействие. Сразу говорю, здесь убирать не буду. Если вам подсознание оставило это воздействие, позволило ему приложиться, значит оно почему-то вам не дает финансы. А почему вам подсознание не дает деньги? Потому что, имея деньги, вы ни хрена не будете делать. Вы не пойдете в развитие. А подсознание хочет, чтобы вы постоянно вкладывали в себя, в свое развитие. Вот она причина, почему подсознание вам позволило этой блокировки приложиться. Я ответил вам вопрос. Создатель просит человека об одном, Татьяна. Все время идти в развитие. Ему все равно, что вы делаете. Супчики готовите, гладите, танцуете, сексом занимаетесь, как никто не занимается. Вот. Политологом выступаете, депутатом. Массаж делаете. В магазине торгуете, продаете все, даже палочку с какашками. Не имеет значения. Главное, что вы там постоянно, постоянно совершенствуетесь. Вот чего требует от вас система. И поэтому вам не дают финансы, потому что вы будете валять дурака. Как только вы начнете развиваться, финансы пойдут. Приходите на консультацию, помогу. Сейчас бесполезно запускать. Мне нужно с вами вживую разговаривать. Там блок очень сильный. Если я затрону сейчас блок, ваше подсознание, и на той стороне сторож сидит. Да, они третовающие, энергетически, когда перекрывают своих знакомых, ставят в торожи энергетически. Но это те, кто знают. Я таких и насмотрелся. Ну, у вас такой слабачок сидит, но все равно трогать его сейчас, это вам во вред войдет. Придите на консультацию, берем. За раз справлюсь, ничего там сложного. Так, Ася, появился, появится в моей жизни вновь мужчина, который не длил внимания, а теперь жалею. Асенька появится. Ася, если вы будете меняться, придите на консультацию. Мы исправим вам аромат. Мы позволим вашей, как говорится, жизни войти в нормальное русло. Вы не будете психовать и нервничать. Сразу говорю. Придет лучший мужчина. Создатель вам создал лучшие условия. У вас будет лучший вариант. Так. Надежда Богданова. Зачем мне женский, кожный? Посмотрите финансовый канал. Наполовину работает. Себя не любите. Женщина себя должна любить и уважать. Шубку, маникюр, педикюр. Да, да, да. Вот, как говорится. Нижнее белье. Французское или итальянское. А вы чего себя так ненавидите-то? Ау! Надежда Богданова. Вот поэтому и зажат канал. Я отвечаю, что ваше подсознание мне шепчет на ухо. Мы с ними договариваемся, с вашими подсознаниями, чтобы они мне рассказывали. Вот они мне рассказывают, что творите. Поэтому что надо изменить? Отношение к себе. Надо себя полюбить такой, какая вы есть. И взять ответственность за свою жизнь на себя. А то у нас на кого угодно сталкивают. На меня, там еще на кого-нибудь. На родственников. Вот. На умершего дедушку или бабушку. Чтобы он там на том свете крутился. А, кипропиллер. Да, Нина, благодарю вас. Так. Надежда Курешева. Посмотрите мое энергетическое тело. Какое? Ну, давайте эфирное подобное. Так. Разрыв небольшой в районе живота. В районе, значит, спины середины со стороны сердца. Легкие типа удара. Значит, в районе правого колена. В районе левой икроножной мышцы. Значит, два подключения. Вот. Не нравится мне это. Дальше. Астральное тело. Астральное тело. У вас голова заблокирована. Там стоит буквально блок. Управление стоит одно. В районе шеи. И, как бы сказать, остальное более-менее мне нравится. Остальное мягкое, такой зеленый фон. Далее. Значит, что там у вас идет? Ментальное тело. Ну, здесь нормально всегда. Ну, и казуалка нормальная. Мне не нравится эфирное тело. Такое ощущение, что либо вы занимаетесь практикой, но как-то мало. Понимаете? У вас такое ощущение, что не хватает просто опыта. Опыт. Энергия хорошая. Нормальная энергия. Опыт хороший жизненный. Потенциал. Значит, родовая память хорошая. Ну, вот вам надо развивать себе, Наталья Кулешова. Вы зря сидите, у вас способности хорошие. Я бы советовал вам на курс попасть. Пройти курс, получить диплом и начать деятельность. Вот вам конкретно. А не сидеть, бамбу курить. То, что вижу, то говорю. Так, Галина, скажите, пожалуйста, могу ли я улучшить жилищные условия, есть хороший вариант квартиры, получится ли купить. Получится, если придете, я объясню, как это сделать. Нужно построить образ. Образ. Я вас научу один раз, и вы дальше будете сами все выстраивать себе. И да, есть вариант. У меня ученик за 4 месяца сделал комнату в двухкомнатном, значит, в доме 810 года в центре Петербурга. В двухкомнатной квартире коммуналки, всего с одним соседом, комнату 24 метра. Но он 4 месяца занимался этим. Я ему объяснил, как он работал. И вы можете так же. Вот, обратитесь ко мне в личку, вот, и я вам помогу, как. Здесь я рассказывать не буду. Я могу сказать, что это реальные результаты. Человек реально, когда получил жилье, у него денежка была небольшая, плюс он там доплатил чуть-чуть и все, и получил то, что хотел. То, о чем мечтал. С одним соседом, вот, и вообще в шикарном месте. Так, Ольга, два дня осип голос очень сильно. У вас пробито горло. Активизируем. Почему пробито горло? Значит, уровень отношений. Значит, вы позволили, позволили кому-то себя пробить. Значит, защита слабенькая, слабый иммунитет. Вот, чему подсознание позволило вам пробить горло? Значит, где-то вы очень сильно распускаете язык и треплите языком направо и налево. Меньше трепаться надо, лучше, как говорится, меньше осуждать, перемывать косточки, давать советы, кому под каким углом сексом заниматься, с каких кастрюлях кушать, вот, кому что какую шубу покупать. Чем меньше языком трепетить, тем голос будет лучше. И смотришь, и денежный вопрос поправится. Ольга, запускаем, заливаем все, Света. Я объяснил причину. Так, Света Юрьева. Так, Света, смотрим вас. Кишечник мне не нравится у вас. Моча половая, вы что там делаете-то? У-у-у. У вас энергетические вещи, понимаете, не очень приятные. Ну, во-первых, те подключения, которые в мочи половой-то есть, мне не нравятся. Вот, мне не нравится работа кишечника. И пуповины, естественно. Почему это до нового? Кишечник не переваривайте, ситуацию. Моча половые системы, значит, есть проблемы в отношениях. Пуповина, значит, денег хотелось больше, а получается меньше. Заливаем все Светом. Приходите на индивидуальную консультацию. Так, Татьяна, полная апатия. О, Татьяна попала на ТВ. Значит, Татьяна, когда сейчас у меня курс заканчивается, значит, первое, что ты делаешь. Значит, либо если заходишь на кухню к белому брату. Знаешь, что такое белый брат на кухне? Это называется холодильник. Открываешь белого брата и смотришь, есть ли у тебя пельмени. Если у тебя есть хорошие пельмени, то ты их достаешь и варишь. Если у тебя нет пельмени, одеваешься, идешь 24 часа, любое. Покупаешь себе хорошие пельмени. И желательно, чтобы у тебя было красное вино. Вот, значит, делаешь себе тарелочку пельмени прямо сейчас. Это для тебя только, еще раз повторяю. Только для тебя, а не для остальных. И бокал венца. Значит, что это даст? Пельмени тебя приземлят. Бокал вина поднимет всю интоксикацию. Тебе будет немножко колбасить, но после этого у тебя вот эта апатия полная к жизни. И нежелание жить пройдет. Да, 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 да. Ну, не больше бокала выпивай. Ну, в крайнем случае, еще чуть-чуть. Ну, не больше. А то у нас потом, говорит, я, говорит, пачку пельменей съел, говорит, и выпил две, говорит, бутылки красного вина. А потом неделю в себя прийти не может. Аккуратнее с этими вещами. Можешь еще кусочек сыра съесть. Маленький, небольшой, после красного вина. Все это только для тебя. Заниматься тебе пока не надо. Вот это сделай, пожалуйста. Тебе нужно заземление. У тебя проблемы с другим. Ты слишком высоко поднялась, тебе нужно заземлиться. Либо физические упражнения, либо найди с кем сексом позаниматься. Я уж не знаю, прямым текстом говорю. Либо, в крайнем случае, иди поплавай на стадион. Тебе нужно сейчас, не могу, встряхнуть себя. Да, вот зашкварник. Любым способом. Я тебе к тысячи способов описал. Так, Светлана Соколова, у меня больные колени, варикоз. Варикоз это, у нас что, сосудистая система. Нервничаете часто. Колени это неуверенность, это страхи в себе, неуверенность в жизни. Поэтому они и болят. Вам нужно что? Энергию уверенности позволять запускать в свое тело. Варикоз, это нафталановую мазь покупать. И далее насыщать вены все. Лимфостаз. А, лимфостаз. Боязни. Боязни. Это тоже страхи у нас. Значит, заливаем все с летом. Колени, варикоз, лимфостаз. Приходите на консультацию. Светлана. Я ответил. Страхи, неуверенность в себе. И ваши страхи настолько сильны, что они влияют даже на вашу лимфу. Что лимфа просто вообще начинает выпендриваться. Выпендриваться, накапливать токсины, выдавать все это. Так, Валентина, посмотрите меня, пожалуйста, что надо обратить внимание. Валентина, внимание обратить нам на позвоночник. Запускаем и заливаем светом позвоночник. Так, Валентина Евдокимова. Есть ли у меня существо? Да, есть. Ну что, открывая 8 миров, позволяем уйти туда. А все пустые места заливая светом. Да, Галина, благодарю. Да, Наталья Кульшова, благодарю. Посмотрите мне, пожалуйста, есть ли блоки. Есть блоки. Приходите на консультацию, берем. Заливаем все светом. В районе головы, в районе груди. Луна. Ох, луналикая сестра. Бок болит. Скажите, пожалуйста, как вылечить. Ну, смотри, Луна. У нас есть два бока. Правый и левый. Правый – это печень у нас. А левый – селезенка. Селезенка – это эндокринная система. А у нас, как говорится, печень. То, что я смотрю, что вижу, как говорится. Мне печень ваша не нравится. Мы открываем пространство, насыщаем печень. Почему печень болит? Почему подсознание создает боли в печени? Оно создает боли, потому что вы не любите себя. Потому что вы нервничаете, дергаетесь. Печень не любит нервных стрессов. Печень – это доброта. Вот потому и болит. Характер надо менять, госпожа Луна. Поэтому надо не луналикой, а солнцеликой стать. Вот, да, да. Солнцеликой. Подобрее как-то, знаете. О, есть выход. У нас в Эрмитаже, в Эрмитаже есть малахитовая чаша. Луна. Значит, вы мысленно. Прямо сейчас представьте, что вы выходите из тела. Я вам помогу даже. Ради такого случая помогу. Вы прямо из тела вылетаете. Летите мысленно в Эрмитаж. Да, в Санкт-Петербурге, в Эрмитаж. Я уже показываю вам. Дорожку высветил. И там малахитовая чаша. Вы подбегаете так. И так. Хрест на клык. И весь яд туда выпускаете. Как яд выпустили, вы сразу же обратно к себе домой. Да, в тело свое. Я помогу вам. Действуйте, действуйте. Легко будет после этого? Класс просто. Вот. Я серьезно. Шутка, шутка, но это многим помогает. Так. О, Таня влюбилась. Ну да. Тоже люблю. Всех люблю. Как вылечить больного мужа подагра? Таня, индивидуально. Заливаем светом, как говорится, болезнь вашего мужа. Индивидуально приходите. Подагра это другое. Это глубинные вещи. Это боли. Боли нас создают подсознание. Подсознание вашего мужа убивает таким образом. Оно его убивает, потому что он не хочет брать на себя ответственность и не хочет реализовываться. Я понимаю. Но и как только он начнет брать на себя ответственность и реализовываться, у него боли начнут исчезать. Я ответил вам глубинную причину. Так, Асин, спасибо за благодарящее ответ. В смысле создатель даст мне лучше? Конечно, лучший вариант. Конечно, Ася. Вы достойны только самого лучшего. У него все продумано. Он такой товарищ, что у него с юмором все хорошо. Я имел в виду, конечно, другого. Конечно, Ася. Но я вам подскажу, как это быстрее сделать. Так, Лена, посмотри, пожалуйста, проблем много в новой стране. Но первое, вам нужно войти в агрегат страны и договориться с агрегатом страны. Если вы сами не умеете, то приходите ко мне, я объясню, как это делается. Для этого надо просто мысленно настроиться и войти в агрегат страны. Далее мысленно на своем языке договориться. Агрегат поймет вас. А дальше агрегат потребует оплату. Там плата не евро-доллары, там энергия. Вы должны немножко энергии дать, но взамен получить то, что вы хотите. Если он не выполнит, то энергию надо отбирать. Таня, интересуется ли я могу лицать? Конечно, можете. Значит, у меня есть только три противопоказания. Человек не имеет права приходить на мои курсы. Если он, первое, принимал психотропные вещества. Если он лечился в психбольнице. И если он каким-то образом, помимо больницы, этот человек делал себе кодировки и установки. Вот три противопоказания. Если у вас этого ничего нету, и вы совершенно здоровы, вы можете приходить на мои курсы. Все люди с этими противопоказаниями, они индивидуально со мной разговаривают. Я уже индивидуально смотрю, могу ли я взять. Некоторых я беру. Потому что если там человек лечился в психбольнице, и прошло 15 лет, и он туда больше ни разу не попадал, то, по идее, этот человек может прийти. Но если он туда попадал через год и сидел там безвылазно, то это уже несерьезно. Обучение идет на грани фола. Таня, диплом можете получить, можете заниматься. Так, Ася, почему мысли о нем не оставляют? Ха. Ася, когда между мужчиной и женщиной возникает половая связь, между вами образуется энергетическая связь. И мужик в течение 7 лет обсасывает тебя. Да, через матку. Ну, Ася, я могу такие вещи убирать только с согласия твоего. Вот. Если ты согласия даешь. Ну, лучше приходи на консультацию, я тебе уберу. Мужчина подпитывается. Я не беру себя, я исключение исправил. Вот. Я беру обычного мужика, у которого не хватает энергии. Женщина у нас является донором энергии. Я себя не беру, я сразу говорю. Основная масса мужиков, у них мало энергии. Поэтому он берет и из женщины. И благодаря этому строит свой бизнес. Даже если он с вами не спит уже, он в течение 7 лет будет с вас сосать энергию. Эти связи можно легко убрать. Любые, сколько бы у вас их не было. Так, Лена, сейчас сложный момент. Оформляю гражданство без работы на квартире. Что меня ждет в ближайшее время? Может ли мужчина появиться? Может появиться, если вы составите образ. Лена, придите на одну консультацию, я помогу вам составить образ. Вот. А дальше действуйте. Я покажу вам, как действовать и все. И мужчина появится в вашей жизни. Если вы под лежачий камень, вода не льется. Так, Ира, муж ушел. Ну, ушел и все, с катертью дорога. Кто разбитый пувшин склеивает? Нашли, о чем расстраиваться? Дело в том, что когда мужчина уходится, значит, говорит о том, что вы отработали с этим мужчиной всю программу. Следующий. Странная какая-то девушка вот. Следующий. Зачем вам? Чего вы цепляетесь-то? Привязались, как говорят. Вы отработали ситуацию, эту программу с этим мужчиной. Все. Так, друзья, я не знаю, как там время у меня, но я уже много разговариваю. Болят колени, это неуверенность в себе. Так, вот, Татьяна, молодец, да, бегом-бегом варить. Николай, шум в голове. Николай, у вас серьезные проблемы с сосудами головного мозга. Значит, вам посоветую сразу идти в аптеку, купить себе болюсы хуато. Бо-лю-сы-хуато. В аптеке надо купить и проедать. Мне не нравятся ваши сосуды головного мозга. Да, это внутричерепное давление, Николай. И вам нужно болюсы хуато, минимум три упаковки проесть, красные отвары пить обязательно. И надо кое-что менять в своей жизни. Почему дается эта болячка? Сосуды. Это человек, ну, где-то не реализует себя. Его что-то не устраивает в этой жизни, не нравится. Поэтому у нее сосуды головного мозга. Тамара Медведева, что со мной, не понимаю, потеряла все, что имела. Что будет со мной? О, так это надо сказать. Фигня какая, заработаю еще раз больше. Тамара Медведева. Эта емкость, вы должны так думать. Женщина находится в состоянии удовольствия, счастья, любви, гармонии, равновесия. Женщина потеряла деньги, квартиру, машину, бизнес, а потом говорит, фигня, заработаю еще, еще лучше. Так, Лена, интересует эзотерика, это мое или нет? Конечно, ваше. Любая женщина, это термоядерная электростанция. Она может вытворять всякие вещи. Приходите на курс, будет интересно. Родомер, кисти рук не имеет, ломит пальцы. Что делать? Это нарушена работа меридианной системы. Ольга, когда программа ломает меридианную систему, это худший вариант. Значит, запуская меридианную систему, значит, вы должны понять, что надо в своей жизни что-то менять. Это первое. Активизирую вам меридианную систему. Мягко активизирую. И запускаю на трое суток. Лучше прийти на консультацию. Так, Ольга Неродов, вы последняя будете. Левая пятка уже несколько лет не чувствует. Что делать? У вас яды. Значит, делайте ванночки с морской солью. По 24 минуты. Для начала хотя бы. Для начала. А потом разберетесь. Все, друзья. Все остальные, кого я не успел, пожалуйста. Значит, всех вас жду. 5 сентября. На курс. Все, кто надумал и хотят прийти. Всех вас ожидаю на консультации, кому надо. У меня время подошло к концу. Я постарался вам побольше времени уделить. Не знаю, там, если спикер за мной. Чтоб меня не ругал. У меня все, друзья. Я вас всех жду. До встречи, дорогие мои. Пятого числа. Все на... Радомир, благодарим. Было прекрасное выступление, как всегда. Дорогие слушатели, давайте поблагодарим Радомира Солнечного за его прекрасное выступление.